Конечно, в Ираке были люди, преданные Саддаму, или те, кто ненавидел Америку больше, чем недолюбливал диктатора. Но была масса тех, кого этот деятель уже конкретно достал. Помимо давнего недовольства режимом, не стоит забывать и более банальные вещи. Этот человек уже больше 20 лет был на вершине власти. Когда страна стагнирует, ключом проблемы непременно будет лидер. И чем он авторитарнее, тем больше претензий именно к нему будет копиться в низах общества. Но и нельзя забывать и о простой усталости от одной и той же физиономии. Вот в некоторых странах и в той же Америке правящие круги прекрасно понимают такой психологический аспект. Что-то не так в экономике, в социальной сфере, растет недовольство. Но регулярные предвыборные кампании и избрание нового президента дают выпустить пар и понизить градус недовольства. Каждый раз очередной кандидат вываливает кипу обещаний, и вот он выбран. То, что он их не выполнит, другой вопрос. Главное, пар выпустили. И очередной рост недовольства начнется с низкого старта. А там уже и очередные выборы. Все повторится. Ни правящий класс, ни политическая и экономическая система при этом не меняются. Меняется, по сути, аватарка. Главное, это работает. Вот это настоящая стабильность. А когда один и тот же человек сидит на самом верху десятилетиями, это не стабильность. Это бомба замедленного действия. Ведь когда его не станет, а его не станет в любом случае, то страну могут ждать очень серьезные потрясения. Ведь слишком долго не приподнимали крышку и не выпускали пар. А на примере Ирака многим жителям этой страны единственной возможностью что-то изменить виделось американское вторжение. И свержение Хусейна и его многочисленных родственников на вершине пищевой пирамиды. В этой связи рекомендую обратить внимание на пятисерийный документальный сериал от BBC «Однажды в Ираке». Там некоторые иракцы делятся подобными откровениями. О том, как они ждали американского вторжения и грядущих изменений, и как они потом были разочарованы. Продолжение следует...